У нас в правоставе посты есть. Почему только разница в постах между апостолом было и у нас сейчас в нынешнее время? То есть там даже разница в еде, разной пищи у нас в постах? Я думал неоднократно об этом. Это тоже искусство было. Они думали, что людям как-то надо дать знать, чтобы они знали. Я скажу, что это отражалось. У нас знали, когда можно есть, когда нельзя рыбу есть. Это было. Они через желудок пытались это все сделать. О таких постах, какие в православии, ни одного даже намека нет ни в книге, нигде. Ну а дальше это все появилось как? Это все пришло, когда исчезла проповедь. Раз люди не знают Евангелие, над ними нужно как-то контроль держать. Ну а как? Люди вообще ничего не знают. Пришел, столбом стоит. Они определяли, по тому, какая пища. Вот так. Смотришь, когда по большому уставу, по которому вся Россия жила. Это в моей книге к истинному православию. Там есть статья к истинному православию. Я могу даже показать ее. Посмотрите, сейчас я покажу. Вот здесь. Вот. Истинно православии. И тут... Что-то где-то у меня... Что тут нету его ради? Я сейчас новое открою. Так. Где же тут у меня такое? Ага, это форум открылся. Это не то. Это форум. А надо не форум. Так. Где же оно у меня тут? Вот неожиданно пришло. Посмотрите Библии. А вот она. Это наш сайт. А вот это книга к истинному православию. Вот я ее открываю. И вот здесь к истинному православию. И о чем? О молитве. Все. И на посте. Страница 120. Я ее откнул. Вот теперь о посте. Что такое пост. Как в Ветхом Завете было. Как святые отцы установили. Василий Великий. Ян Златоуст. Новая Скрижаль. Все-все-все. То есть более подробного материала о посте. Ну, считаю, что нельзя составить. Вот я передвигаю. Это все о посте. И вот Серафим Саровский. Вот. Написано. Богданович спросил преподобного Серафима Саровского. Можно есть скоромное по постам. Если кому постная пища вредна. И врачи приказывают есть скоромное. Старец отвечал. Хлеб и вода никогда никому не вредили. Как же люди-то сто лет жили-то? Не хлебом единым будет жить человек. Но всяким словом, исходящим из уст Божиих. А что святая церковь положила на себе в вселенских соборах-то, то исполняй. Горе тому, то слово одно прибавит к всему. Или убавит. Полностью сейчас сбросили. Не постятся. Ян Златоуст говорит, что Бог отделил для себя десятину из всего, чем владеем. И десятину нашей жизни требует. Время Великого Поста 365 дней в году. Десятая часть года. Это 36,5 запятую перенеси. Так как в субботу и воскресенье запрещается поститься. То есть разрешается вкушать растительное масло и вино. Потому в неделе насчитывается 5 дней. В 7 неделях 35 дней. Далее. Поститься положено только в одну субботу в году. В Великую на Страстной неделе. Перед Пасхой. Это апостольское правило 64-е. Гангерского собора 18-е. И так как пост начинается с вечера прощенного воскресенья, то до пасхального утра еще 0,5 суток. Итого в Великом Посту 36,5 дней. Ровно одна десятина. Очень удивительно это. И вот как святые отцы говорят. И что? Я вот этим занимался. Переводил оттуда на русский язык. И в издательство взял. Большой устав. Сегодня меняют в календаре по-разному. А тогда нет. Один даже отпечатали. Дальше переписывали. И вот начинается. Тут можно рыбу, а растительное нельзя масло. Бывает растительное масло, если указать. Потом по строгости, если разрешается мясо, это означает, что все разрешается. Если разрешается пониже молоко, масленица, только молоко, тогда ниже разрешается рыба, растительное масло, яйца. Если разрешается. А мясо не разрешается. То есть масленица. А на масленицу вот то-то, то-то можно. И среди недели неоднократно бывает раз ради какого-то выделить святого. А кто там? Прокопий. В среду разрешается рыба. Чем он, Прокопий, от других-то отличается? Ну, те, которые это все придумывали, а они имели откровение как бы какое-то. Ну, какой у нас пост? Одна пища заменяется другую. Диета просто другая. И все. Особенно интересно Лазарева суббота, перед входом в Господний Верусалим. Разрешается рыба? Нет, не разрешается. А что? Икра. А рыбу есть нельзя, отложи на завтра. А почему? Ну, я понимаю, как рыба внутри ее жизнь. Вот рыба это гроб, а внутри ее жизнь, лазарь, то есть икра. Вот кто это первый-то придумал, в истории нет. Но ясно дело, охали-яхали, ох, какое откровение, да как точно то. Ну, это все понятно. И, допустим, воздвижение креста Господня. Но с этим связано все и соите с женою, там, с мужем, можно или нет быть-то. Если пост, то ни-ни. И вот постов больше половины дней в году. По разным событиям. Вот есть такие там устекновения главы Иоанна Крестителя. Постный день. А накануне? Накануне. Общаться с женщиной нельзя. То есть спать вместе. Вот. Воздвижение Честного Жертвовящего Креста 27 сентября. Постный день. Да, постный день. Но если названо во имя воздвижение, как нас вот потеряете, то в этот день разрешается рыба. А в Барнауль приедем, тут другая община уже не разрешается. То есть тут поедло, а там уже нельзя. И точно так здесь Свято-Анфимовская община в Барнауле. 16 сентября, в среду можно рыбу. А потеряевку приехал, уже нельзя. Ну как-то побудить, чтобы человек понимал. Вот. И насчет этого тогда начинали останавливаться. А так как день считается по-нашему с 24, просто день, не богослужения, а весь цикл, то если причащается человек, то после 24 ни-ни, ни воды выпить еще нельзя. Ну, видя, уже анекдоты рассказывает. Сидят попы вместе, ну, расслабились. Выпивают, разговаривают. Один смотрит. О, ребята, время-то пол первого уже, пол первого. У-у-у. Да как же так? Завтра же нам служить. А если поп священник ел после 24 часов-то, уже он не имеет права служить-то. Они так ахнули. А так как же так? А где же отец Василий-то? А кто-то посмотрел, он под столом уже давно лежит, они его не заметили. Он маленький такой. Да как он когда туда под стол-то попал? Да уже больше часа. Фух, отлегло, да слава Богу. Хоть одному можно завтра будет литургию отслужить. Отец-то Василий на полчаса раньше упокоился. И вот когда это знаешь, это действительно не просто так. И вот нельзя соить и иметь с женою. То есть быть вместе. По каким? Накануне воскресного дня. Воскресный день, если венщане, а завтра постный день, то тоже нельзя. Вот. В среду-пятницу венщане может быть, потому что день-то пройдет, и они лягут спать, уже наступит суббота. То есть вот. Дальше еще. Интронизация царя. Я как-то уже говорил. Ну, представь себе, молодые. Находятся в шалаше, на сеноуборке. А теперь что? Писаного-то ничего нету. Об этом подробно Амросий Юрасов. Ну, и я тут маленько поюродствовал, говорю. И он к жене подошел, а Марья говорит, Маша-то, Ваня, так ты узнал? Это, ну, можно, нет? Так подожди, мобильный-то где твой, Маша? Да мобильный-то, вон он. А что мобильный? Да мы сейчас Юрасову позвоним. Ах, мобильных-то и не было тогда. Это я просто уже картину такую рисую. А так, хотя с Амросий, ну, завтра или сегодня ночью-то я могу спать с женой-то? А что? Да как-то расслабились, в баню ходили, да вот это. Так. Так, подожди, я сам уже не знаю, посмотрю. Когда же была интронизация воцарения царя? И это придумали тоже постным сделать. А пост означает горе, скорбь. Выходит, интронизация царя была горем. В Израиле было тоже четыре поста. Но они были все однодневные. Один день. У католиков один день на весь год. У православных больше половины. Около двухсот дней. Ой-ой-ой. А как соблюдать? Да так. Что услышал, то и есть. А если вы проповедовали, доктор, напоминать не надо. Все везде знакомо. Я вот посмотрел, особенно растительное масло и вино. Разрешается. А бывает так. Вино разрешается, а масло не разрешается. Или вино не разрешается. Масло разрешается. Илей называется. Ну как они узнают? А еще учитывать, что если богослужение начинается, как бы по-нашему, с шести часов, тут еще одна запятая. Как он сможет, этот человек, определиться? А есть, может, до двадцати четырех. Вот. Как цыган говорит. А когда у вас праздник будет, когда ешь, не хочу. Ну то есть, сварили, все. Надо доедать. Тещины блины. Пост наступает. Володя, она свалит. Гляди. Парень. Кошка. Вот так. Я думал об этих постах. Ну а вы как? Ну как, они придуманы. Это позже. Профессор Кабалинович пишет. Киевская там академия. До революции еще. Ну и все объясняет. Как там успенский пост придумали. Он как бы оторван от великого. Так тут и так семь недель. Это еще две недели. Тоже нельзя ничего есть. Среду, пятницу, ни масла. Там строгий такой пост. Не считая преображения. У нас 14 августа по 28. А преображение это 19. Так, в сенки выкинь ее. У нас сшибает Паля. Пускай мышка половит. Вот так. Боловная такая. Вот я хотел о постах сказать. Иногда жалуются. Даже вот вы устанавливаете. Я не устанавливаю. Ну а если сейчас собор решит. Ну только собор-то должен быть не один. Только русский. Собрал собор вселенский. Это апостольское правило такое. Тогда отменят. Отменят? Ну что ж отменят. Но я все равно буду поститься. Я привык к этому. Я про себя говорю. Мне, особенно Петров пост. Он начинается через неделю после Троицы. И всегда заканчивается там 12 июля. То есть Пасха если поздняя, пост короткий. Если она ранее, то она бывает больше месяца, 5 недель. Вот такое дело. Вот надо все это придумать. Это знать во сколько, как. И когда меня, я ждал, меня арестуют. Бумажки все отберут. Ничего нельзя иметь. Тем более я по политической статье шел. Я на 20 лет вперед. На 20 лет. Я ожидал, что срок мне дадут самый большой. Вот. Но взял больше. Перестраховываться я люблю. И все праздники на 20 лет вперед запомнил себе. В голове, на мозгах записал. И потом мне это помогло. Я записывал. К этому никто не придерется. И умащивал сердца дубаков, которые за нами. Ну, охранники смотрят. И приобретают друзей через это. А тут календари продают. Ну, чего календарь там? Можно открыть, посмотреть. Вот. С этим связана, конечно, и тема абортов. Спрашивают, а почему от абортов? Ну, согласно подсчетам, показывают. Вот. Сейчас я открою одно дело. Где-то есть статистика. Да, наверное, закрыта у меня здесь. Ее не найдешь сейчас. А может и найду. Так. Сейчас покажу, где плоская земля. Доброта, любя. Так. Песня. Сограни. Милоснику. Специанская. Познайся. Что-то не найду. Это должна быть статистика. У меня она тут есть. Кричи. Статистика, которая показывает, сколько людей рождается, сколько умирает. Вот так. И сколько от табака, сколько от чего. Очень хорошая статистика. И все время оно движется там. Вот я даже сейчас, не знаю даже, как показать-то это. Где-то она у меня здесь же была. А сейчас вот ее и нету. Я ее специально, она у меня была неубираемая. Я подумал, что на нее что-то тормозится, очевидно. И взял ее, убрал. Вот так. Что тут у меня. Беседа, беседа. Смотри как. Беседа с людьми. Полесенько. Эти люди, добротолюбия. Интересно. Еще я не могу найти. Ну, значит, так. И не смог показать. Сейчас закончу. Все это восстановлю обратно. Показано, сколько людей от голода умирает. И почему это. У Бога-то все известно. Люди знают, что такое злое племя рождается. Матери в утробе сами убивают. Есть такие вот ролики ставят. Баба Валя, зарядите. Баба Валя. И она как раз об этом говорит. О, насколько это серьезно. Она прямо, баба Валя, ни перед чем не останавливается. Никого не боится. И много у нее посещаемости. Там где-то сейчас мне надо показать. Сейчас, минуточку еще. Это мы показали. Здесь нужно сказать. Вот это Ютуб. Ну-ка. Баба Валя. Володя, кликай мне сюда. Найди вот сюда. Вставь. Баба Валя. И посмотрим. Дадим знать, чтобы людей туда направить. Она об абортах очень хорошо говорит. Баба Валя. Все. А ну-ка. Зайдем. Баба Валя после выбора. О чем она говорит? Вот она, смотрите, сколько у них. То ли это мужчина или женщина. Валя, о важном. О чем она о важном говорит сейчас? Важно смотреть всем. Вот посмотрим. О важном. Ну-ка, включить надо. Давай-ка, о чем это она говорит? Ну-ка. Важно, чтобы вас чаще показало. Ну, думаю... Это экспроприация была. Сейчас скажут, ой, ничего, Николай, я предлагаю экспроприировать. Нет, я предлагаю подотчетно, чтобы отсчитались, где ты заработал, как ты это все сделаешь. Капроновая машинка. Блин, это, они взяли, вот, ведь вот эти, секс, это от вас никуда не уйдет. Вы жизненно, о чем-нибудь жизненно поговорите, ведь это же, это ваше будущее, спрошу Павел. Вот покажите людям, покажите, Господи, прости меня, что я делаю, как я живу, понимаешь? он рухнет, рухает на землю, убитые, да соплей, мужики, им помощь нужна, им свет нужен, им правда нужна. Ну-ка, я ее снимаю, сажусь, сидел, машину тебя вперед. А вот что-то в результате... Я не знаю, определить как, но она говорит об абортах, как вы убиваете, как вы рвете, и все это показывает, и сама горе-то какое плачет. И куда дети-то, которые у вас остались? Эти дети-то, убитые, там стят, и этот злой один-то растет, она все рассказывает. И правильно говорит. Надо в поисковик, в поисковик везти об абортах, баба Валя, об абортах. Об абортах? Да. А-а-а, еще об абортах. А ну-ка, давай. Баба Валя, об абортах, вот здесь напиши. Об абортах. Да вот что, добавить только и все. Об абортах. Об абортах, об абортах. О, ошибок только наляпал-то. Об, вот здесь вот, отделить, об абортах. Ну, отдели. Об. Ну, вот это вот убрать. И, что-то дели. Об аборт. Ну, что это аборт? А-буквы, а не его двоечник. Буква поставь. Ну, теперь надо найти. Где она? Почему за абортах? Убийство. А где тут не найдешь. Тут многие говорят на эту тему. Забрет абортов, прививок. Ну, тут и Осипов говорит на аборт. Будто бы за перестройку убито. За перестройку. В России только 120 миллионов. 120. Невероятно. Ну, когда здесь статистика дается, я не показал. Статистика такая редкая. Да как же так у меня нету-то? Я даже не знал, что у меня нету. Сейчас я попытаюсь с другой стороны зайти. Потом найду. Так, минуточку придется подождать. Так, сообщение. Вот так. Писни. Антон. Сейчас я посмотрю. Нет абортов. Я не знаю. Тут надо просто увидеть. Какая-то такая. Кто-то заходил и такое интересное имя. Ну, нарочничное. и он мне вот это скинул. Я думал, это не я. Я думал, это. Ну, значит, ничего и нет. Тут надо смотреть быстрее. И Ганну все время держал. У меня открыто было. А вчера, кажется, выкинул. Не думал, что покажу. Даже теперь найти. Не знаю, как. Статистика. Ага, нашел. Я вспомнил. Где это у меня? Вот здесь статистика в Библии. Статистика. Ну-ка, кто-то помог ты мне. Что тут? Статистика общая какая-то по всему. Статистика. Интернет. Нет, это не то. Так. Ну, теперь опять пошел я. Где она? Куда она делась, статистика-то эта? Это, господи, помилуй меня грешного. Ничего не могу сделать. Еще раз глянуть. Статистика во всем мире. Вот она, нашел. Она, кажется, есть. Можно было бы мне ее. Вот она где. Вот так. Теперь мы сейчас нажмем ее, статистику. Смотрите, вот как. Умерло, сколько людей. А, так она-то, стопирована-то, она уже не пойдет. Еще одну ошибку сделал. Понимаешь, нет? Статистика. По новой заходить надо. Статистика во всем мире. Где она тут? Вот она. Всего в мире. Вот умерло сегодня уже 80 тысяч 206 человек. Прирост численности. Сколько чего выпущено. Что-то она не заработала. Почему? Потому что у вас ссылки там нету. А? Там должна быть ссылка, чтобы вы тнули и через РТН-нет вышли. А это у вас просто скопировано в Word. Ну и теперь мне уже не достать это? Нет. Вот видишь сколько? Ну все на этом-то да. Ладно. Невежда. Статистика. Вот она где. Заканчиваете или что? Да. Все заканчиваю. Я не найду. Ошибку сделал. Сейчас искать я тем более...